Сегодня трудно представить свою жизнь без мобильной связи. Но в России немало мест, куда прогресс еще не дошел. Закрыть белые пятна вызвались башкирские программисты. На всероссийском конкурсе IT-разработчиков они заняли первое место в номинации Министерства транспорта России. Победителем в этой номинации становится чугунный скороход! Республика Башкортостан! Конкретно Хакатон это мероприятие, на котором команды разработки представляют некоторые прототипы. То есть было задание, я так понимаю, со своей колокольни обычного разработчика, это задание от Поведительства Российской Федерации. То есть задания эти призваны улучшить жизнь обычных граждан. Соответственно было там 26 либо 20 номинаций. Мы попали в одну из них, связанную с связью и транспортом. Ну и разработали прототип. Хакатон, в котором победила башкирская команда, прошел в Казани. Он стал самым масштабным по количеству участников. На конкурс заявилось свыше 600 команд из 77 регионов России. Чугунный скороход создал приложение, которое на примере железнодорожных путей покажет, где есть сотовая связь в России, а где ее нет. Смотрите, существует проблема покрытия сотовой связи. Иногда она бывает, иногда нет. Иногда 3G, иногда 4G. Предугадать это достаточно сложно. Например, вы собираетесь в поездку и не понимаете, где будет какое качество сигнала. Хотя бы элементарно позвонить. Соответственно, РЖД что делает? Она собирает данные с мобильных устройств клиентов. И тем самым, например, может заключить договора на покрытие каких-то участков своего пути. Чтобы пользователи РЖД всегда могли хотя бы позвонить. За свою идею команда получила денежный приз – полмиллиона рублей. Он будет поровну разделен между участниками чугунного скорохода. Эти деньги намерены потратить на новые проекты. Хочется разработать то, что реально улучшит жизнь людей, даст им больше свободного времени, чтобы они могли заниматься своей жизнью какими-то более интересными делами, нежели какой-то рутиной. Разработчики отмечают, что государство начало вкладывать деньги в развитие IT-сферы. По их словам, прошедший в Казани Хакатон был отлично организован. При этом власть обратила внимание не только на программистов, но и на интернет вообще. Однако закон о суверенном интернете вызывает у разработчиков неоднозначную реакцию. При потере интернета внешнего, да, то есть вот этих серверов корневых, будет, скажем, очень серьезная проблема коммуникации внутри России. Соответственно, со связью только останутся военные или еще кто-то. Да, обычные люди, просто у них выпадет весь интернет. Новый закон, он трактуется двояко. Это закрытие рунета, да, а и как его спасение, если произойдет внешняя угроза, соответственно, чтобы у нас внутри хотя бы люди могли коммуницироваться с друг другом. Это палка о двух концах, и каждый трактует, как считает нужным. Команда «Чугунный скороход» была создана всего четыре месяца назад. До этого ребята не знали друг друга и вместе ни разу не работали. Они нашли общий язык и за двое суток написали приложение, которое может изменить качество мобильной связи в России. Андрей Шарыгин, Анастасия Никишина, Городской телеканал ЮТВ.